Цикл полного перебора . Этот цикл используется, как правило, для работы с массивами, коллекциями, либо другими итерируемыми классами. И всегда срабатывает от начала до конца. От первого элемента до последнего. То есть ровно столько раз, сколько есть элементов в массиве или коллекции. Лучше, конечно, использовать и изучать этот цикл тогда, когда уже изучены сами массивы. Как он записывается? Делится на две зоны. Разделяется оператором двоеточие. Во вторую часть пишется имя массива или объекта, который итерируется. В первую часть пишется тип и имя элемента, который будет получать значение из массива на каждой итерации цикла. В данном случае можно просто вывести все элементы в поток вывода консоль. Вот данный цикл. Просто их выводят. Выйти за пределы массива здесь невозможно. Здесь также можно использовать оператор break. То бишь прерывание цикла. То есть после первого же вывода цикл будет прерван. Что опять же не рекомендуется. Ну и также можно использовать оператор continue. Собственно, чтобы продемонстрировать, что срабатывает он только. Break уже недостижим. Указывает анричи был код. Так. Андричи был элемент. Требует. Требует все-таки if. if элемент больше трех, то опять же сюда переставим continue и опять же фигурные скобки. Вот как-то так. То есть вот это уже выводиться не будет, если элемент будет больше трех. Ну в данном случае, как вы поняли, выводиться будут дважды в числа. Вот видите. Парами сначала выводятся. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Но как только стало больше трех, то уже выводится только один раз. 4, 5. Если сюда поставить break, то не выведется уже пятерка, не выведется последняя.